Сегодняшняя лекция, в ней речь пойдет об атмосфере Солнца. Мы постепенно поднимаемся из глубин Солнца в ее внешние слои. Традиционно атмосферу Солнца делят на три отдельных глобальных слоя. Это фотосфера Солнца, хромосфера и корона Солнца. Такое деление обусловлено физическими условиями в этих областях. Мы пойдем снизу, будем постепенно подниматься наверх и посмотрим, какие характерные структуры присутствуют в солнечной атмосфере, какими физическими механизмами они обусловлены и как это все выглядит при наблюдении Земли. Фотосфера. Можно отослаться к греческому языку. Фотосфера – это сфера света, то есть та поверхность, с которой к нам приходит непрерывное излучение Солнца в белом свете. Если математически говорить, то фотосфера – это та область пространства, в которой длина свободного пробега фотона становится примерно равной шкале однородной атмосферы. Слева – это длина свободного пробега фотона, справа – шкала однородной атмосферы. Здесь фигурируют величины, которые мы уже рассматривали на первой лекции, когда говорили про конвективную неустойчивость, а именно непрозрачность вещества Каппа и его плотность. Шкала однородной атмосферы – это то расстояние, на котором плотность вещества падает в Я-раз. И получается, что если длина свободного пробега частицы сравнивается с этой высотой, то частица, полетев вовне из Солнца, уже будет испытывать чем дальше, тем меньше взаимодействия с другими окружающими частицами. Плотность вещества окружающего будет экспоненциально падать. И фактически, если длина свободного пробега примерно сравнивается с высотой однородной атмосферы, то такой фотон уже может от Солнца улететь, не испытав ни одного столкновения с другими частицами и добраться до наших приемников, до наших глаз. Перенос излучения описывается специальными уравнениями специальной теории переноса излучения. В терминах переноса излучения такая ситуация будет характеризоваться так называемой оптической толщи вещества равной единице. К этому мы вернемся чуть позже. А пока посмотрим просто на те характерные структуры, которые наблюдаются в солнечной фотосфере. Но прежде всего это солнечные пятна. Темные образования, которые имеют некоторое ядро, тень, окружающие ее полутень более светлую. И окружающие их отдельные поры, темные точки на поверхности Солнца. С солнечными пятнами исторически связаны первые наблюдения солнечной активности, так называемые числа Вольфа, которые характеризуют просто количество пятен на Солнце или его запятненность. Кроме солнечных пятен темных, на фотосфере Солнца присутствуют также и светлые области, факелы. Вот здесь это лучше видно на краях Солнца, там где оно становится немного темнее. Про потемнение края мы также сегодня поговорим. И такие факельные площадки образуют некоторую сетку на поверхности Солнца. Если мы немного приблизимся, то сможем рассмотреть более подробно структуру, характерную солнечного пятна с его тенью, полутенью, некоторой порой близлежащей, формирующимся светлым мостиком внутри тени пятна. Но к структуре солнечных пятен мы вернемся подробно на следующей лекции, которая будет полностью посвящена солнечным пятнам. А окружает солнечное пятно некоторая грануляция солнечная. Это постоянное бурление поверхности. При этом такое движение на поверхности Солнца имеет некоторый характерный масштаб. Геометрический около одного мегаметра. Вот если посмотрим на шкалу сравнения, то представлен размер земного шара, диаметр Земли по сравнению с изображением, полученным с шведского солнечного телескопа. И характерный размер грануляционной ячейки, как и многих других образований в солнечной атмосфере, будет составлять приблизительно 1 мегаметр. Если мы обратим внимание на промежутки между грануляционными ячейками, то увидим, что они могут быть как темные, так и светлые. И темные промежутки между грануляционными ячейками отличаются от светлых напряженностью магнитного поля. Если в темных промежутках напряженность магнитного поля не сильно высокая, то в светлых она повышенная. Тут появляется некоторое противоречие с тем, как формируются солнечные пятна, казалось бы. Потому что солнечные пятна – это области выхода очень сильного магнитного поля. Среднее магнитное поле на поверхности Солнца составляет 1-10 гаусс. В магнитных пятнах магнитное поле составляет 1000 гаусс. И вроде магнитное поле, подавляя конвекцию под фотосферой Солнца, как раз и делает пятно темным. Потому что пятно охлаждается за счет передачи энергии тепла наверх в хромосферу и не успевает нагреваться, потому что магнитное поле подавило конвекцию под этим пятном. Однако промежутки между грануляционными ячейками оказываются, наоборот, более яркими из-за повышенного магнитного поля. Но здесь магнитное поле повышено не сильно до десятков гаусс, возможно, сотен гаусс. И вот такое промежуточное поле, оно с одной стороны еще не мешает течению конвекции, то есть поступлению энергии из глубинных слоев Солнца наружу. А с другой стороны способствует проведению различных возмущений, акустических волн, о которых мы говорили на прошлой лекции. Как волновод собирает с различных направлений акустические возмущения, которые также способны разогревать вещество на поверхности Солнца. За счет этого такое среднее поле приводит к поверчению отдельных межгранульных участков. И суммируя такие поверчения, мы можем наблюдать некоторые факельные площадки на поверхности Солнца, более яркие участки. Над фотосферой расположена хромосфера Солнца. Опять же, апеллируя к греческому языку, хрома — это цвет, то есть сфера цвета. И в хромосфере происходит формирование спектральных линий в спектре Солнца. И наиболее известная, яркая и исторически используемая в Солнечной физике — это линия Hα. То есть линия перехода в атоме водорода с третьего уровня электронного на второй уровень. А физически что же такое хромосфера? Например, если мы сравним условия на фотосфере Солнца и в короне Солнца, то обнаружим, что между ними огромная разница в семь порядков по концентрации и в три порядка по температуре. Это приводит по простой формуле идеального газа к разницу в давлениях. Опять же, тут на пять порядков. Получается, что газ фотосферы должен выдавливать корону, то есть расширяться наверх. И вот это расширение фотосферы наверх, собственно, приводит к образованию хромосферы. Если мы попробуем решить такую задачку, нижнюю границу положим равной фотосфере по концентрации и давлению, а верхнюю границу положим равной короне по концентрации и давлению вещества. И предположим, что между ними есть изотермическая прослойка с концентрацией, падающей по барометрическому закону, как в любой атмосфере. То тогда, используя просто второй закон Ньютона, в данном случае мы приравниваем изменение давления, дельта П, к силе действия гравитационной, к притяжению. То мы обнаружим, что зависимость давления от высоты в такой задаче будет зависеть только от распределения концентрации вещества. Перенесем его сюда. Подставляя барометрический закон и проинтегрировав просто от фотосферы до короны, можно обнаружить, что при давлениях и концентрациях в основании много больше, чем давление и концентрация наверху в короне, давление и концентрация в фотосферы связаны между собой через как раз ту самую шкалу однородной атмосферы, высоту однородной атмосферы, которая может быть выражена либо через температуру на поверхности Солнца, либо через соотношение давления и концентрации. Подставляя астрономические данные, соответственно, температуру Солнца, это радиус, массу и некоторые атомные данные, постоянные Больцмана, можно вычислить высоту такой идеальной хромосферы, изотермической, с одной и той же температурой. Она составит 136 километров. Также, подставляя в барометрический закон конечную концентрацию, характерную для короны Солнца, можно определить, на какой высоте эта концентрация по барометрическому закону опустится до нужных величин. И таким образом определить толщину вообще хромосферы, слоя хромосферы. И он составит примерно 2000 километров или 2 мегаметра. И эти значения с наблюдаемыми приблизительно сходятся для спокойной хромосферы. Дело в том, что в хромосфере постепенно меняются физические условия. Очень сильно меняется концентрация, а магнитное поле меняется не сильно. И если мы будем теперь сравнивать между собой энергии, связанные с динамическими движениями в газе, с термодинамическими движениями, и энергию, связанную с магнитным полем, собственно, энергия тепловая и энергия магнитного поля. И также энергия тепловая и энергия магнитного поля в нижней хромосфере и верхней хромосфере. То обнаружим, что для нижней и верхней хромосферы по-разному эти энергии соотносятся. Если в нижней хромосфере тепловая энергия вещества намного превышает энергию магнитного поля, то в верхней хромосфере уже наоборот. Энергия магнитного поля сильно выше, чем энергия вещества, тепловая энергия вещества. По этой причине нижняя хромосфера будет хорошо описываться уравнением гидродинамического типа, потому что магнитное поле на разные течения вещества в нижней хромосфере особого влияния не оказывает. И вещество за собой это магнитное поле увлекает. Из-за того, что вещество высоко ионизировано, оно обладает высокой проводимостью, появляется такой эффект, как вмороженность магнитного поля в плазму. Но магнитное поле в плазму может быть вморожено по-разному. Если энергия вещества больше, чем энергия магнитного поля, то тогда вещество увлекает за собой все магнитное поле. А если наоборот энергия магнитного поля становится больше, чем энергия вещества, то магнитное поле руководит, куда двигаться веществу. И получается, что наоборот вещество вмораживается внутрь линии магнитного поля. И как раз такая ситуация реализуется в верхней хромосфере, где энергия магнитного поля доминирует над энергией веществом. Там уже линии магнитного поля тащат за собой вещество хромосфер. Да. Свойства мороженности — это общее свойство любых средств с высокой проводимостью. Какой является плазма в хромосфере Солнца? На протяжении хромосферы, получается, меняется некоторым образом физика проистекающих процессов. Если мы сравним внешний вид хромосферы нижней и хромосферы верхней, то обнаружим, что они различаются характерными структурами. Если в нижней хромосфере это какая-то такая пестрая ломаная сетка, которую называют хромосферной сеткой, то характерными структурами верхней хромосферы являются гладкие вытянутые линии, называемые фибрилами. И фибрилы показывают, как расположены линии магнитного поля в верхней хромосфере. Мы можем здесь обратить внимание, что в данном случае линии магнитного поля связаны с солнечным пятном и с основаниями своими уходят к границе хромосферной сетки. Раз температура Солнца постепенно с высотой падает, начиная от центра Солнца к его поверхностью, то логично предположить, что и дальше тоже, наверное, температура может падать. И это действительно так. И где-то внутри хромосферы образуется температурный минимум с температурой 4200 кельвин. Эта температура ниже, чем температура поверхности фотосферы. Однако, начиная от этой высоты, в хромосфере температура обратно начинает постепенно расти. И благодаря таким низким температурам в хромосфере возможно существование не только атомов, но и даже целых молекул. К примеру, в линиях хромосферы наблюдаются линии угарного газа, азота и даже воды. Характерными структурами хромосферы являются, как я уже сказал, хромосферная сетка. Хромосферная сетка показывает глобальные конвективные течения под поверхностью Солнца, так называемую супергрануляцию. Если грануляция на фотосфере очень мелкомасштабная и характерные размеры ее составляют порядка 1 мегаметра, то хромосферная сетка показывает границы супергрануляционных ячеек, которые уже обладают размерами 30-50 мегаметров. Фибриллы в верхней хромосфере, как мы уже сказали, показывают расположение линий магнитного поля. Их ширина, опять же, характерная составляет порядка тех же мегаметров и длины достигают сотен мегаметров. Но раз на протяжении всей хромосферы меняется физика и постепенно от энергетического доминирования вещества физика переходит к энергетическому доминированию магнитного поля, то верхняя поверхность хромосферы, верхняя граница хромосферы уже диктуется не барометрическими какими-то законными распределениями, а тем, как ведет себя магнитное поле. И верхняя граница хромосферы является очень условной. И в ней присутствуют многие нестационарные явления, которые приводят к образованию так называемых спикул, выбросов солнечного вещества вверх над поверхностью. Спикулы обладают коротким временем жизни, порядка минут, десяток минут, и поднимаются до высот около 15 мегаметров над поверхностью Солнца. Спикулы расположены в областях как раз межгранульных ячеек, концентрируются к хромосферной сетке, то есть к тем областям, куда сгребаются линии магнитного поля вследствие конвективных течений под фотосферой Солнца. Еще одним объектом, характерным для хромосферы, но наблюдаемым уже в короне, расположенным в короне Солнца, являются протуберанцы. Протуберанцы – это некоторое вещество хромосферы, которое было захвачено магнитными полями и поднято магнитными полями вверх в корон. При этом, раз это вещество хромосферное, его температура значительно ниже, чем температура окружающего коронального вещества. И из-за этого, если мы посмотрим на протуберанец вне диска Солнца, то на фоне короны такой протуберанец будет выглядеть светлым объектом. Но если мы посмотрим на тот же самый протуберанец на фоне диска Солнца, то он окажется, наоборот, более темным. И существует историческое разделение названий. То, что наблюдается на фоне диска Солнца, называли темными волокнами. То, что наблюдали на краю диска Солнца, называли протуберанцем. Хотя фактически, физически это один и тот же объект. Но пока не появилось понимания, что это такое, существовало разделение в этой терминологии. Если концентрация вещества на протяжении хромосферы как раз падает до корональных значений, то температура на протяжении хромосферы почти не меняется. Хромосфера является почти изотермическим объектом. И для того, чтобы температура поднялась до корональных значений, от некоторых десятков тысяч Кельвин до миллионов Кельвин, необходимо добавка некоторого переходного слоя, в котором происходит это температурное изменение. переходный слой будет наблюдаться в тех линиях излучения, которые формируются на характерных температурах для этого переходного слоя. А ими являются какие-нибудь 100 тысяч Кельвин или 50 тысяч Кельвин. Например, при этих температурах хорошо формируется линия гелия-2. То есть это один раз ионизованный атом гелия. Это спектрометрические обозначения. Если мы хотим говорить о атоме, то добавляем к химическому элементу римскую цифру 1. Это, соответственно, атом гелия. Если говорим о один раз ионизованном гелии, то добавляем римскую цифру 2 и так далее. Корона является самой верхней разреженной частью атмосферы Солнца. Корона простирается до больших расстояний. Здесь можно посмотреть, что по покрытию радиоисточников корону можно наблюдать до 100 радиуса Солнца. То есть это половина от земной орбиты. Но в принципе, если говорить более общо, то можно сказать, что и сама Земля тоже вращается внутри короны Солнца. При этом корона является очень разреженным объектом. Если сравнить такие бытовые аналогии, посмотреть на бытовые аналогии, то в столбе с площадью основания в 11 квадратный сантиметр в короне содержится столько же частиц, как что и в сантиметре кубическом воздухе нас окружающем. Или по-другому. Масса всей короны равна массе воздуха в двухметровом слое на Земле. И яркость короны очень низкая. Если мы сравним яркости фотосферы, хромосферы, короны в одних единицах, например, фотосферу примем за единицу, то яркость хромосферы будет 0,005 долей фотосферной яркости, а яркость короны составит 1,000,000. Из-за этого температура в короне меняется не очень сильно. Она немного поднимает, средняя температура примерно от 1,000,000,000,000 в основании до примерно 2,000,000 на одном радиусу Солнца, потом постепенно падает, но не на порядке. А вот концентрация частиц меняется, опять же, очень сильно. Ну, почти изотерамически по экспоненциальному закону. От 10 в 9 до 10 в 4 частиц на сантиметр кубический на расстоянии в 10 солнечных радиусах. И если также сравнивать физические характеристики вещества и магнитного поля в короне, то окажется, что энергия магнитного поля превышает любые другие виды энергии, что теплового движения, что кинетического движения, что гравитационного притяжения Солнца. И корона, структура короны полностью обусловлена структурой магнитного поля, расположенного в этой области. Из-за того, что корона обладает очень низкой яркостью, ее, соответственно, сложно наблюдать с Земли. Наблюдения короны исторически, опять же, делят на несколько типов. К-корона — это корона, которая образуется, излучение короны, которое образуется из-за рассеяния света фотосферы на свободных электронах, находящихся в короне. Так называемое томпсоновское рассеяние. У томпсоновского рассеяния есть физическая особенность, оно поляризовано. И кроме того, раз у короны такая высокая температура, миллионы градусов Кельвина, то электроны движутся с очень большими тепловыми скоростями. И эти тепловые скорости из-за доплеровского эффекта размывают все мелкие особенности в спектре Солнца, то есть линии поглощения. И в К-короне нет никаких фронгоферовых линий. Это как раз линии поглощения, образующиеся в хромосфере Солнца. Ф-корона по своим физическим свойствам отличается от К-короны тем, что свет от фотосферы Солнца рассеивается уже не на электронов свободных, а на межзвездной межпланетной пыли. И у такого рассеяния другие свойства. Оно становится неполяризованным, из-за того, что пыли уже невысокие, скорости движения собственные, в этом рассеянном свете сохраняются все линии поглощения. Также существует понятие L-короны, собственного излучения вещества самой короны. То есть, если первые две короны были переотраженным светом, исходившим от фотосферы Солнца, то L-корона уже светится веществом самой короны. Известны несколько линий этого излучения. Они называются просто по цветам, это их настоящее название, про них так и говорят, если где-нибудь пишут, например, в статье. Красная линия короны, зеленая линия короны, есть там еще широко известная желтая линия короны, например. Их особенность в том, что они являются невоспроизведимыми в земных условиях. И при наблюдениях этих линий короны, первоначальных наблюдениях в 1868 году, возникло предположение, что вообще эти линии излучения принадлежат какому-то неизвестному веществу на Земле, неизвестному элементу. Мы назвали его, это вещество коронием. В принципе, в астрономии есть другое слово небулей, которое появилось при наблюдении диффузионных облаков межзвездных. Тоже это были излучения так называемых запрещенных линий разных элементов. Но если небулей, небулей это излучение высокоинизованного атома кислорода, то корональные линии корони – это излучение высокоинизованного линия железа, иона железа. И тогда же, около 1868 года, спектроскопические методы наблюдения открыли элемент гелий. Поэтому неудивительно, что и другие элементы, другие линии, непонятные в спектрах звезд, в спектре Солнца, тоже пытались описать существование какого-то нового другого элемента. И что же такое эти запрещенные линии? Дело в том, что для того, чтобы перейти с одной орбиты на другую, электрону нужно иметь разные орбитальные квантовые числа. В атоме есть несколько оболочек электронных с разными энергетическими уровнями. Они описываются главным квантовым числом n. Но кроме оболочек есть еще и их характеристика орбитальная. То, что в школе называлось S-P-D-F-орбиталями. И эти орбитали характеризуются уже орбитальным квантовым числом. И чтобы перейти с одной орбиты, с одного главного квантового числа на другое, электрону выгоднее поменять вот это орбитальное число, сменить его на плюс или минус единицу. И это обычные, так называемые, правила отбора для линии излучения, для перехода электрона внутри оболочек. Но в то же время с намного меньшей вероятностью, в принципе, может электрон перейти на другой уровень и не поменяв орбитальное квантовое число. Но так как в земных условиях нет такого глубокого вакуума, как в короне Солнца, то элемент, способный на вот такой переход магнитодипольный, скорее всего, быстрее столкнется с каким-нибудь другим атомом, из-за этого получит дополнительную энергию, электрон перескачет на другой уровень и уже произведет излучение, соответствующее обычным правилам отбора, более вероятно. Однако в короне Солнца из-за глубокого разряженности возникают условия для того, чтобы магнитодипольные переходы также осуществлялись. Их излучение мы видим как L-корон. Так, например, красные и зеленые линии, они соответствуют переходам в ионах железа, соответственно, феррум-10, то есть 9 раз ионизованное атом железа. Соответственно, феррум-14 это 13 раз ионизованный атом железа. С Земли корону мешает наблюдать рассеяние света в земной атмосфере. Мы фактически видим атмосферу и не видим того, что находится за ней, потому что яркость короны намного меньше, чем яркость такого рассеянного света. Вот если сравнить, соответственно, яркость неба с некоторой дымкой, или даже яркость чистого неба, то яркость короны, хоть K-короны, хоть F-короны, хоть L-короны, которую иногда называют E-короны, это просто разные терминологи для одного и того же явления, она ниже, чем яркость даже чистого неба. Здесь представлено расстояние от поверхности Солнца, в радиусах Солнца. Однако в моменты солнечных затмений, когда Луна закрывает Солнце, яркость чистого неба сильно падает, потому что поступает меньше излучение, опять же, от Солнца и нечему рассеиваться в атмосфере. И корона может наблюдаться, K-корона может наблюдаться до примерно 4-5 радиусов Солнца. В то же время F-корона может наблюдаться как зодиакальный свет. Это когда, опять же, при чистом небе Солнце уходит за горизонт, и в небе остаётся такая диффузионная светлая полоса. Это рассеяние солнечного света на межпланетной пыли. Есть такой один интересный момент. Если среди вас есть кто-нибудь любитель классического рока, то Брайан Мэй, более известный как гитарист группы Queen, он, кроме того, ещё и астроном. И он защищал кандидатскую, буквально когда, в 2007 году, по наблюдениям зодиакального солнечного света. Вот как раз F-короны. И L-корона или E-корона на этом графике. Вот эту корону уже можно наблюдать с Земли с помощью инструментальных методов. Вроде бы по графикам она самая блеклая. Однако она излучает не в непрерывном спектре, а здесь представлены интегральные графики для полного спектра коронального, а в отдельных линиях. И если мы перед телескопом поставим искусственную Луну, то есть загородку, которая перекроет нам прямой солнечный свет, там, конечно, техника немного хитрее, о технике солнечных наблюдений мы ещё будем говорить где-нибудь под конец наших лекций. И поставим некоторый узкий фильтр вблизи корональных линий, то мы сможем пронаблюдать и L-корону прямо с Земли. Именно на этом основаны принципы корональных наблюдений с поверхности Земли. Характерными структурами в короне являются магнитные петли. Они очень хорошо видны при наблюдениях в ультрафиолетовом диапазоне. Соответственно, с Земли такие наблюдения уже недоступны и производятся из космоса. Открытые линии магнитного поля, называемые стримерами. Это вот эти вытянутые структуры. И корональные дыры. Корональные дыры — это как раз основание открытых линий магнитного поля. То есть те области в солнечной короне, откуда энергия может спокойно распространяться вовне и не путаться в петлях магнитного поля. И корональные дыры выглядят темными областями по этой причине. С точки зрения теории переноса излучения, все, что мы видим от солнечной атмосферы, описывается вот этим набором уравнений. Опять же, уравнения нам сейчас изучать незачем. До этого вы еще дойдете на следующих курсах. Для нас будет интересно понятие оптической толщи. Вот это Тау. Как я сказал, оптическая толща показывает, сколько соударений, рассеяний ощутит фотон на своем пути до нашего глаза, до нашего прибора. Здесь мы видим обратную длину свободного пробега, опять фотона, и некоторые расстояния, которые фотон прошел. И вот если оптическая толща станет равной единице, это будет означать, что фотон прошел одну свою длину свободного пробега. То есть до того, как попасть в наш детектор, фотон успел рассеяться только один раз. Ну, собственно, откуда он к нам прилетел, там он и рассеялся. Поэтому и поверхность с оптической толщой равной единицей мы и видим как вот такую непрерывную светящуюся область. Ну а спектр этой светящейся области будет описываться спектром абсолютно черного тела. Спектр абсолютно черного тела выглядит как некоторый горбик для различных температур. Ну, соответственно, для температуры солнечной поверхности, там 5, около 5000 кельвинов, он будет еще немного выше. Но на этот непрерывный спектр, это спектр, получается, фотосферы Солнца. Будут накладываться еще и линии поглощения в хромосфере Солнца. Каким образом это происходит? Значит, у нас есть некоторый свет в непрерывном спектре, который идет от фотосферы Солнца наверх, через хромосферу. Но в некоторых линиях, из-за того, что в хромосфере есть атомы, есть ионы, свет очень эффективно поглощается или переотражается. И такое перепоглощение, перераспределение света исторически интерпретируют в терминах обращающего слоя. То есть некоторые области пространства, в которой как раз повышена способность взаимодействовать с конкретной длиной волны света. Тогда получится, что после многократного переотражения свет снова выйдет из этого обращающего слоя и все-таки доберется до нашего взгляда. Но выходит, что окружающие фотоны по спектру, они пришли к нам прямо от области фотосферы, а свет в линии пришел к нам из какой-то другой области, более высоко лежащий. И раз в хромосфере, в нижней хромосфере, температура все еще падает с высотой, то получается, что фоновый свет, он пришел от более горячих областей, чем свет из линий. Поэтому линии и выглядят как линии поглощения, они более темные, потому что свет, образованный в линии, он пришел от более холодного вещества, находящегося чуть выше в солнечной хромосфере. В то же время, если получится такая ситуация, что обращающий слой окажется наоборот в области с повышением температуры, с высотой, а такая область опять же существует, это верхняя часть хромосферы и переходный слой между хромосферой и короной Солнца, то такие линии уже будут наоборот эмиссионными, то есть будут более яркими, чем фоновый непрерывный спектр. И до Земли спектр излучения Солнца очень сильно меняется. Ну, наиболее сильно он меняется, естественно, по действиям поглощения в земной атмосфере. Здесь представлен спектр абсолютно черного тела, штрихованной линией, затем спектр Солнца на орбите Земли, вот сплошной линии, и спектр, который уже добирается до земной поверхности, нижняя линия. Как мы видим, этот спектр очень сильно изъеден полосами поглощения различных молекул в длинноволновом хвосте. Это в основном углерод, вода, пары воды, кислород. А также съеден в ультрафиолетовой области за счет поглощения на азоте, на озоне. Но если мы приблизим вот макушку вот этого спектра, который все-таки добрался до Земли, то мы в нем все равно разглядим линии спектральные, характерные для хромосферы Солнца, те самые фраунгоферовые линии поглощения. И сам вообще фраунгофер считал, так, это тут опечатка, 1814 год, естественно. Ну вообще спектроскопия появилась задолго до вообще понимания того, что такое химические элементы, как устроены атомы. И спектроскопическими методами фактически были открыты многие новые элементы. И сам фраунгофер в 1814 году считал, что он наблюдает спектр от вообще-то неба и хотел определить химсостав земной атмосферы. Однако пронаблюдал линии поглощения в хромосфере Солнца. Наиболее яркие линии он просто назвал по порядку, от красного конца спектра к синему, А, Б, С, Д и так далее. Как больше позже было установлено, эти линии принадлежат различным элементам. Соответственно, А, Б – это линии кислорода, С, и здесь у нас Ф – это линии водорода, это H-альфа, самая известная линия солнечной хромосферы, и H-бета. Далее, два дублета, относящиеся к различным металлам, это дублет натрия и дублет кальция, и пара ярких линий, связанных с ионами железа, в основном Е, ну а Ж здесь целый набор сливающихся друг с другом линий, многие из которых к железу относятся. А также в дублет натрия здесь примешивается еще и третья линия D3, как раз линия гелия, которая была впервые открыта в солнечном излучении в 1868 году, независимо двумя наблюдателями – Жан-Ценом и Лакьером. Причем Жан-Цен наблюдал в Индии, Лакьер наблюдал в Англии, они оба отправили сообщения во французскую академию, что наблюдали. Жан-Цен наблюдал в августе, Лакьер где-то, по-моему, в октябре, а в академию пришли записки в один день. И между ними, в общем, и разделили звание первооткрывателей гелия. На Земле гелий был обнаружен только спустя 27 лет. Наиболее интересен, естественно, в спектре любого астрономического объекта линия водорода. Она наиболее сильная, она более яркая, потому что просто водорода больше всего в любом астрономическом объекте. Водород содержит в себе несколько спектральных серий при переходе электронов на нижнюю орбиту, получается, серия Лаймона, при переходе на вторую орбиту серия Бальмера, серия Пашейна, серия Брекета. Но главная особенность этих линий то, что они подчиняются обычным правилам отбора. Как я говорил, при переходе с одного уровня на другой происходит изменение орбитального числа. То есть если какой-то электрон переходит с П орбитали, то он переходит непременно либо на С орбиталь, либо на Д орбиталь. Такие переходы являются более вероятными. Если мы посмотрим на то, как формируются дублеты линий, например, вот дублет линий натрия, D1 и D2, то окажется, что это вот переход одного и того же, электрона с одного и того же уровня, третьего, с одной орбитали на другую орбиталь, но просто либо с изменением спины электрона, либо без изменения спины электрона. Эти два перехода различаются на небольшую величину по энергии и наблюдаются в спектре, как две темные полосы, соответственно, дублет. Также образуется дублет кальция. Тоже вот они, две линии АШК. образуются при переходе с четвертого уровня P-орбитали на четвертый уровень S-орбиталь. Но опять же, либо с изменением спина с трех вторых на одну вторую, либо без изменения спина. В смысле, неправильно сказал. Здесь указывается не спин, а полный момент, то есть орбитальный момент плюс еще спин. Соответственно, спин меняется либо с минус одной второй на минус одну вторую, либо остается минус одной второй. Тут сумма, соответственно, показана. Обилие это что? Относительное количество элемента в солнечной хромосфере по отношению к другим элементам. Соответственно, 13-е место среди всех веществ, которые наблюдаются в солнечной хромосфере. И благодаря тому, что различные линии образуются при излучении разных ионов с разными электронными оболочками, а разные ионы существуют при разных температурах, получается, что разные линии образуются на разных высотах, так как с высотой меняется температура Солнца. Здесь у нас поверхность Солнца, вот переходный слой к короне. И даже разные участки линии могут образовываться при разных температурах, соответственно, на разных высотах. Вот здесь мы видим, что образование крыльев линии H-альфа происходит где-то в основании хромосферы, а ядра линии H-альфа наоборот в верхней хромосфере. Также показана область образования дублета кальция, линии магния. Ещё мы можем увидеть, например, что при наблюдениях в инфракрасном уже диапазоне и радиодиапазоне происходит постепенное смещение той области, где формируется излучение ближе к переходному слою Солнца. Получается, что наблюдая различные спектральные линии, мы можем видеть атмосферу Солнца как бы на разных высотах. И в самой спектральной линии может иметься три составляющих. Первая составляющая – это фоновое излучение, то есть непрерывный спектр. Вторая составляющая – это поглощение в некотором обращающем слое, который находился, имел меньшей температуры, чем та область Солнца, которая сформировала непрерывный спектр. И кроме того, дальше с повышением температуры, если тоже появляются условия для образования линии, в этой же линии может образоваться еще и дополнительный эмиссионный горб. И рассматривая даже одну и ту же линию в различных ее областях можно увидеть разные срезы атмосферы Солнца. Так, если мы посмотрим на Солнце вблизи просто линии H-α, то увидим непрерывный фоновый свет, непрерывный спектр Солнца, то есть его фотосферу. Если сместим фильтр куда-нибудь к середине крыла линии, то увидим нижнюю хромосферу с ее характерными хромосферными сетками, с характерными структурами. Если сместим фильтр на ядро линии, то уже увидим верхнюю хромосферу Солнца с подчеркнутыми направлениями магнитных полей. Но кроме такой зависимости от расположения, от температуры образования линий, еще существуют физические эффекты, которые воздействуют на саму форму линий. Таких эффектов можно выделить принципиально три. Первый — это естественное расширение. Естественное расширение связано с квантово-механической природой атома. Все-таки электрон переходит с одной орбиты на другую. Вроде бы это конкретная разность в энергиях. Но в то же время неопределенность Гейзенберга нам говорит, что если какой-то процесс происходит за конечное время, то неопределенность в энергии, энергетике этого процесса, умноженная на неопределенность во времени этого процесса, всегда должна превышать постоянную планку с некоторым коэффициентом, смотря какую разновидность постоянной планки мы используем. И из-за этого любая спектральная линия не является просто палкой на определенной частоте, не является чисто монохроматической. Она представляет собой некоторый гауссовый такой колокол. Второй причиной усширения линий является доплеровское изменение частоты. Из-за того, что излучающие атомы движутся, если движутся от нас, соответственно, линия краснеет излучение, если движутся нас, мы воспринимаем излучение как более синее. И третий эффект связан с тем, что излучающий ион или атом находится не в одиночестве, а окружен другими ионами и атомами. Обычно все подобные явления объединяют под одним понятием расширение линий вследствие давления. Но тут нужно понимать, что физически-то важным оказывается не давление, вот это газодинамическое между атомами, а воздействие электромагнитных полей одних атомов или ионов на другие атомы или ионы. Так, например, наиболее простым изученным является воздействие электронов или ионов на водородоподобные атомы или линейный эффект Штарка. Ну и другие подобные эффекты в совокупности называют расширением вследствие давления. То есть это расширение линий и взаимодействие между разными излучающими ионами. И в ультрафиолетовом диапазоне солнца видно как солнечная корона видна как некоторая очень горячая область. Если мы посмотрим на эту табличку с характерными линиями, которые наблюдаются на современном спутнике Solar Dynamics Observatory СДО, то мы увидим, что температуры их образования составляют какие-то миллионы и десятки миллионов кельюн. Здесь мы увидим, что логарифм десятичный по температуре составляет седьмую степень, ну, семерку. Соответственно, это 10 в седьмой степени и 10 миллионов кельюн. Давайте посмотрим на то, как выглядит сейчас Солнце вот в этих спектральных линиях. Здесь представлено видео примерно за два прошлых дня с изображением Солнца. В белом свете, я специально оставляю верхнюю строчку, мы видим просто поверхность фотосферы с солнечными пятнами, с грануляцией и с потемнением к краю. Почему получается потемнение к краю? Если мы посмотрим на Солнце, будем смотреть на Солнце вблизи его центра диска, то тогда наш взгляд, постепенно погружаясь в атмосферу Солнца, будет натыкаться на все более плотные слои солнечные. И в какой-то момент он пройдет достаточное количество частиц, чтобы добраться до оптической толщи равной единице. И вот отсюда уже получается к нам будет приходить излучение непрерывного спектра. Но если мы посмотрим куда-то на край Солнца, то мы будем покасательной проходить другие слои, менее плотные, но из-за того, что мы будем их проходить по касательной, мы встретим большее количество частиц. И оптическая толща равна единице наберется уже на другом расстоянии от Солнца. Большим, чем вблизи центра диска Солнца. В итоге непрерывный спектр из центра Солнца придет к нам с больших глубин, чем непрерывный спектр с края Солнца. Больших глубины, глубины это большие температуры. И на больших температурах мы получаем большую интенсивность излучения. Из-за этого в центре диска Солнца мы видим более ярким, чем его края. В этом заключается эффект потемнения края. Но в то же время, если бы у такого светящегося объекта было бы обратное распределение температур, то есть повышение температуры с высотой, то наблюдался уже обратный эффект, эффект поярчения к краю. И такой эффект также наблюдается и на Солнце, например, поярчение к краю, сменяет потемнение к краю приблизительно на частотах на длинах волн около 1600 ангстрем. Посмотрим на следующее изображение. Значит, 1700 ангстрем, еще не добрались до этого температурного минимума. Мы видим нижнюю хромосферу в этой линии с ее характерной хромосферной сеткой и супергрануляцией. И добираемся до 1600 ангстрем и видим, что уже эффекта потемнения к краю почти не наблюдается. И как раз вот эта линия характерна для температурного минимума в хромосфере Солнца. Если сравним этот видео с предыдущим, то заметим разницу в эффектах. Здесь и здесь. Далее, увеличивая частоту излучения или уменьшая длину волны, мы добираемся до переходного слоя между хромосферой и короной Солнца. температура 10 в степени 4,7 то есть какие-то десятки тысяч кельвин. Это линия 34 ангстрема, линия гелия. И здесь уже в принципе наблюдается эффект поярчения к краю, но его не видно из-за того, что в ультрафиолетовых линиях уже доминирует не фоновый спектр Солнца, а излучение отдельных горячих областей, связанных со вспышечными энерговыделениями в атмосфере Солнца. И мы сейчас увидим, как при переходе от хромосферы к короне постепенно вот такая структура, связанная с хромосферной сеткой, такая ячеистая структура, будет сменяться на структуру, обусловленная магнитными полями, расположенными в короне Солнца. Следующая линия 171 астрем. Температура почти миллион кельвин. Запустим видео. И на этом видео мы, например, увидим вспышку М-класса и вызвавшую этой вспышкой рост ярких магнитных аркад. Но к вспышкам мы вернемся через несколько лекций. И здесь мы уже видим, что постепенно хромосферная сетка изображения пропадает и больше появляется подсвеченных петель магнитного поля в короне. Увеличиваем еще температуру до смеси миллиона кельвин и десятков уже миллиона кельвин. 15 примерно миллион кельвин. Это смесь спокойной, спокойного излучения Солнца и излучения активных областей, вспышечных областей на Солнце. Здесь уже никакой хромосферной сетки нет, видны только плавные такие изгибы связанные с линиями магнитного поля, а также обращают на себя внимание начинающие формироваться небольшие корональные дыры на поверхность Солнца. Опять же изменяем частоту, снова наблюдаем чуть лучше в этом диапазоне видны малые корональные дыры. Линия 3035 ангстрем уже почти не содержит спокойной короны, потому что температура здесь уже составляет 10 в степени 6,4. Это уже 2-3 миллиона кельвин. Вы можете пересчитать. И здесь большей части уже видна именно вспышечная плазма. еще более горячий канал, и мы уже видим только яркое излучение от областей со вспышками. А на остальном диске Солнца почти излучения отсутствует. Ну и канал, в котором намешаны разные диапазоны температурные и хромосферная плазма, и высокотемпературная плазма. Поэтому здесь просвечивает и хромосферная сетка некоторым образом, и одновременно видны вспышки. Используя такие наблюдения, а именно эффект потемнения краю, измеряя эффект потемнения, мы можем восстанавливать то, как распределена плотность с высотой или как распределена температура с высотой. Используя данные о форме спектральных линий, опять же, они зависят от, например, доплеровского уширения, которое зависит от температуры вещества, задействованного в образовании этой спектральной линии. Можно восстанавливать структуру самой атмосферы, то есть распределение температуры, распределение плотности. Здесь приведены характерные графики для Солнца. Это почти изотермическая хромосфера, температура держится постоянно около 10 тысяч градусов, при этом имеется некоторый температурный минимум и экспоненциальное падение плотности. Затем резкое изменение температуры в переходном слое от этих 10 тысяч, кельвин до миллиона кельвин и небольшое там же изменение плотности. И затем уже изотермически, почти изотермически падающая плотность в короне Солнца. Ионизация вещества при переходе к короне становится очень сильной. Во всяком случае водород становится почти полностью ионизован. Здесь есть графики просто концентрации водорода всего, то есть ядер водорода неважно ионизованных или не ионизованных и концентрация отдельных электронов. Мы видим, что концентрация электронов падает и водород переходит в ионизованное состояние. неонизованными остаются только некоторые атомы металлов, которые и производят корональные линии излучения. И наблюдая за линиями мы можем восстановить тот химсостав, который присутствует на фотосфере Солнца. И если мы сравним данные о химсоставе, как раз приведенном в обилии элементов, в данном случае обилие выражено через отношение концентрации к концентрации водорода в логарифмических единицах и плюс еще 12 добавлено, чтобы были все положительные числа, то обнаружим, что обилие элементов на фотосфере очень хорошо согласуется с обилием элементов, наблюдаемых в метеоритах. Как мы говорили на первой лекции, по-моему, время жизни Солнца очень хорошо восстанавливается по радиоизотопному анализу метеоритов из-за того, что метеориты образовывались примерно в тот же момент, когда начинались ядерные реакции на Солнце. Тогда же и установился некоторый химсостав верхних слоев Солнца, который в дальнейшем поддерживался конвективными движениями, перемешиваниями. В этой таблице есть только одно исключение, это литий. Такое яркое исключение. Литий отличается на несколько порядков. Здесь единица, здесь тройка. Это связано с тем, что у Солнца перед стадией главных последовательностей была очень короткая стадия, в которой конвективная зона была распространена до ядра, и литий уносился в ядерный котел и очень хорошо сгорал в ядерных реакциях. Еще до начала работы, до начала эффективной работы ПП-цепочек. Сегодня мы с этим закончим. Сегодняшняя лекция была основана в основном на книге Гибсон «Спокойное солнце», если хотите почитать, то там все очень хорошо написано. Использовались слайды Сергея Богачева «Физика солнца», который читался раньше на четвертом курсе. И то, как выглядит сейчас на данный момент солнца в ультрафиолетовом диапазоне на современном наиболее активно используемом спутнике СДО, можно посмотреть вот на этом сайте. Покажет как раз вот эти видео в низком разрешении, но за последние два дня может там выбрать любой диапазон интересующий вас. Очень занимательно. Ну и опять же команда пиарщиков СДО делает из некоторых событий на солнце красивые мультики. Тоже бывает занимательно посмотреть в уже ультра-ХД качестве. мультики. Спасибо за субтитры! Продолжение следует...